Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиально исковывает их возможности. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Такие люди всегда имеют свое мнение и имеют его отстаивать. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Высшие силы постоянно посылают владельцу этого имени различные знаки и говорят о том, что они полностью на их стороне, одобряя то, что они собираются совершить. Также определенные знаки в их жизни дают понять, что они на верном пути. Чувствительность у обладателей этого имени очень высока. Это можно сказать и о половой силе таких людей. В целом владельцы этого имени с точки зрения эмоциональности и сексуальности можно назвать противоречивыми. Ведь эти люди могут быть преданными, живыми и экскренними, но в то же время застенчивыми и очень ранимыми. В букве «А» свойственны сила и лидерство для этого имени. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колушками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Если говорить о так называемой духовной планке, то обладателей этого имени она высока, значительно отличается от всех рядовых граждан. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.